Привет, друзья! Меня зовут Андрей Смирнов, компания прокатись.ру. В сегодняшнем обзоре хотелось бы показать вам лодку Виктори 490. Мы уже делали обзоры по другим моделям. Но здесь есть одно разительное отличие. Лодка 490 сделана полностью из алюминия, то есть алюминиевая целиком. В отличие от лодок других моделей, пластика в данном корпусе нет совсем. Особенности, наверное, немножко про характеристики лодки расскажу. Лодка длиной 4,9, ширина корпуса, соответственно, 1,8. Рассчитана под мотор максимальных 60 лошадиных сил. В данном случае поставили мотор Yamaha с длинной ногой, соответственно. По толщине металла и днища, и борта на данной лодке сделаны из металла 3 мм, что, в принципе, добавляет лодке определенной надежности. Келеватость данного корпуса на трансе составляет 14 градусов, на Медели, соответственно, 17. Келеватость переменная. Обводы сделаны таким образом, что под 60-м мотором, несмотря на то, что лодка уже 4,90, достаточно массивная, в общем-то, отлично выходит на глиссер. Очень хорошие показатели на воде. Можно сажать больше двух людей и какой-то дополнительный груз класть. Все равно выход на глиссер будет достаточно стабильным. По, в принципе, наверное, компоновке лодки хотелось бы отметить основные вещи. Ну, коринолины мы видели на многих корпусах, соответственно, к самому корпусу внутри. Вернемся чуть позже. Основное отличие от многих лодок на сегодняшний день это такая массивная консоль, сделана также из алюминия. Вот даже если пошатать, конструкция монолитная. Сломать, я думаю, что практически нереально. На волне бывают моменты, когда нужно ухватиться за консоль, там, подержаться, постоять за ручку, опять же, вот здесь сделаны некие поручни, подробнее покажу чуть позже. А стекло, соответственно, каленое. То есть, стекление на лодке каленое, можно уже поставить дворник. Очень надежно, очень удобно. Опять же, стекло не царапается, не затирается. Будет более долговечным. По носовой палубе хотелось бы показать немножко видоизмененную палубу. До этого, к сожалению, обзоров по этой лодке у нас не получилось. Но в предыдущих моделях пол был в основном кокпите и в носу на одном уровне. Сейчас сделали некую фиш-платформу. Соответственно, она самоотливная. Места для одного человека здесь вполне достаточно. Побросать спиннинг, опять же, стоить чуть выше, чем основной пол в основном кокпите. Удобно. Ну и самоотлив, в общем-то, это тоже уже, наверное, никого не удивить. Но, тем не менее, удобно. Вода здесь не сохраняется, будет вся уходить за борт. Наверное, есть некое спорное решение по уткам. Утки поставят в стандарте достаточно небольшого размера. Такие вот малыши. Но, тем не менее, утки 4, 2 в носу, 2 в корме присутствуют. Давайте попробуем переместиться внутрь лодки. Посмотрим, что есть в стандартной комплектации, сколько вообще все это стоит, какие опции возможно установить. И более подробно рассмотрим уже интерьер. Пойдем. Друзья, еще пару слов хотел бы сказать о корме данного корпуса, данной лодки. До того, как переместимся внутрь. Обратите ваше внимание на такие большие вместительные, то есть достаточно массивные кринолины. Места очень много. Подойти, добраться до мотора, то есть если вдруг что-то намоталось на винт. В принципе, половить рыбу, опять же. Места очень много. То есть здесь мы установили на нашем сервисе вот такой вот трап. Ну, сейчас не буду открывать. В принципе, все, я думаю, видели такого плана лестницы. Видим также вот две утки. Такие же, как в носу. Опять же, маленького размера, но все-таки они есть. И швартоваться, привязать там кранцы к ним абсолютно нормально можно. Розетка под стояночный огонь. Стояночный огонь в данной лодке также идет опционально. Видим туманку, видим горловину для бака. Хотелось бы также отметить, что в данном корпусе бак сделан, опять же, как опция, но при этом есть огромный плюс по отношению, наверное, практически к любому конкуренту. В данной лодке мы имеем бак 110 литров. То есть для моторов в 60 лошадей это достаточно много. И запас хода, я думаю, здесь будет огромный. В рецессии мы видим технологический люк. У Виктора 490 он посажен на саморезы. В принципе, опять же, если нужно подобраться к помпе, все это сделать вполне возможно и достаточно быстро. Немножечко посмотрим на транец лодки. В данном корпусе мы заказали вторую площадку под датчик эхолота. Соответственно, с регулировкой вниз-вверх вот такая пластина и можно выставлять в общем-то высоту датчика так как вам будет удобно, так как будет лучше, опять же, в избежании всевозможных петухов и так далее. То есть, в принципе, регулировка вещь полезная. И с другой стороны мы видим штатную площадку, которая идет по умолчанию стандартной конфликтации. Такая тоже небольшая, но в принципе для второго датчика вполне ее хватает. Ну и опять же, как на всех корпусах, всех производителей на сегодняшний день сливная пробка на берегу открутили, слили лишнюю воду. Все хорошо. Теперь давайте все-таки поднимемся на борт, посмотрим, что там есть внутри, какие интересные опции, фишки и так далее. Давайте посмотрим. Друзья, вот мы оказались на борту лодки. Хотелось бы немножко рассказать по интерьеру, по внутренней обитаемости, по внутренним опциям. Что привлекает, о чем упомянул ранее, вот такие рейлинги, достаточно массивные, сделаны также из металла, очень удобно держаться, бывает, попадая в разную волну, сделаны и у водителя, и у пассажира. У пассажира также дополнительно видим еще один рейлинг, также для того, чтобы было удобнее сидеть и более безопасно. То есть, в принципе, какая бы волна ни была, наверное, здесь будет достаточно комфортно. Обратим внимание на консоль. В этой лодке установлены холод Лоуренс Элит 7 Ti. В принципе, наверное, свободно, что-то большего размера сюда не влезет. Есть такой нюанс. Можно будет попробовать установить какой-то прибор 9-дюймовый, но уже, наверное, через рамовские кронштейны надо проверять. В принципе, 7-ка достаточно информативная, не всем нужны большие телевизоры. Здесь он влез прям как вот и должен. Установили немаковский прибор, кнопку от лебедки, стоят клавиши стандартные, это ходовые огни, стояночные огонь и помпа, указатель уровня топлива и дополнительно мы поставили прикуриватель по просьбе клиента. То есть, в принципе, нельзя сказать, что консоль сильно вместительная, но при этом самое необходимое на нее абсолютно спокойно помещается. На пассажирской консоли мы также видим бардачок. Там сейчас у нас лежат всевозможные документы, книжки и инструкции. Достаточно вместительный. Рука уходит и вбок сюда, и сюда, то есть и достаточно глубокий. Проложен таким же прорезиненным покрытием, как на кринолинах. В принципе, убирая ваши телефоны, всевозможные гаджеты, не будет по нему ничего летать, достаточно безопасно. Обратим внимание на межконсольный рундук. Все-таки на сегодняшний день многие ставят себе электромоторы, ставят более одного аккумулятора. Здесь он идет по умолчанию, в штате, не как опция. Соответственно, можно поставить два аккумулятора и использовать эту лодку не с лебедкой, как в данном случае, а, допустим, с тем же самым носовым мотором Motor Guide или Minchota. Тоже, в принципе, вещь удобная. Ну и работает как ступенька, в общем-то, выйти на нос тоже удобно. Обращу внимание на кресло. В данной лодке мы заказали опцию мягкий салон. Задние подушки покажу чуть позже. Сначала посмотрим на кресло. В принципе, уже достаточно современный вид. Черное, с металликом, серебро. В общем-то, достаточно удобные. Попробую сейчас присяду. Достаточно удобные. И, опять же, про посадку ничего не мешает. Колени не упираются в штурвал. Места действительно получается очень много. Вижу прекрасно через стекло. Если вдруг нету дворника, стекло запотело, в принципе, взявшись даже за поручень, вижу над стеклом. Очень удобно. И я думаю, что это даст хорошую ведрозащиту и защиту от брызг. Комфорт должно получиться. Хотелось бы обратить также ваше внимание на пол. В предыдущих версиях данной лодки мы видели рифленый алюминий. Сейчас это фанера, обшитая морским винилом. В принципе, смотрится тоже достаточно аккуратно. и симпатично. Ну и моется нормально. Есть, наверное, минус. Нету сливных отверстий в основном в кокпите. Вода будет уходить просто с хвощей щели. Я думаю, что в условиях нашего сервиса мы будем ставить клиентам по их желанию просто сливные решеточки. На бортах видим два таких кармашка. Наверное, они не очень широкие. Сейчас попробуем тоже снять. В принципе, длина у верхнего да и у нижнего кармана составляет примерно 2,25. Я думаю, что под какие-то вещи, даже под какие-то спиннинги можно абсолютно нормально это использовать. Четыре полки защищены. В общем-то, вода, дождь туда особо попадать не должны. По поводу заднего дивана. Вернемся также к подушкам. Вот мы заказали мягкий салон. Все подушки съемные. В таком же цвете цветовая гамма черный и серебро. Посадка достаточно удобная. Можно было бы сделать, наверное, спинку чуть повыше. Но, в принципе, вот сейчас сижу, в общем-то, нормально. Сделана достаточно широкая спинка сама по себе. То есть, опять же, если вдруг надо перешагивать, наступить на нее, посидеть, места достаточно много. Снимем подушки. Давайте посмотрим на рундук. Рундук полностью металлический. Сделан из металла. Петли, правда, стоят пластиковые. Но, тем не менее, многие используют и пластиковые петли. В рундуке мы видим также фанера, которая обшита морским винилом. Здесь опционально уже стоит бокс под аккумулятор, соответственно, с аккумулятором. Рундук получается обычный. Достаточно вместительный, какой-то не сверху. большой. Из плюсов, наверное, стоит отметить вот такие комминксы. То есть, вода будет попадать в рундук, даже если сверху все будет уходить на основную палубу, вещи в рундуке должны оставаться сухими. Но при этом никаких фиксаторов на сиденье нет. Можно, наверное, поставить некие газлифты, но приходится держать рукой. Не знаю, насколько это смертельно, но тем не менее. Ну и фиксатор, как на большинстве лодок, ну такой вот фиксатор, то есть ничего не гремит, достаточно хорошо держит. Давайте попробуем посмотреть, что у нас происходит в носу, как там можно развернуться, повернуться. Выходим на нос, поднимается калитка, то есть вот такой же пингалет с защелочкой здесь для фиксации ее. И, соответственно, здесь мы видим резиночку, чтобы она не закричалась в текло. Достаточно просто, ничего особенного, но тем не менее. И калитка. Здесь сразу можно обратить внимание, что открывается она наполовину и все-таки касается борта. Наверное, вот это будет не очень удобно. Калитка здесь со временем, я думаю, что начнет отходить. Палуба сама по себе для одного человека достаточно вместительная. Развернуться, повернуться, побросать вполне себе можно. Ну, в общем-то, как и на большинстве лодок ничего особенного здесь нет. Обычная фишка палуба. Установили якорную лебедку. Стронжер 35 всем известный. Скрыто в эту лодку поставить ее, наверное, возможности все-таки не представится. Ну, по крайней мере, просто. Там есть некий силовой набор. На данном конкретно корпусе сделали усиление с внутренней стороны, чтобы было надежней. Ну, вот, лебедка встала. В общем-то, место еще выйти есть. Нос обычный, не очень большой, не очень маленький. Друзья, немножко подведем итог. Такая вот получилась лодка длиной 4,9 метра, рассчитанная на 5 человек. Хотелось бы немного пробежаться по комплектации и, соответственно, по ценам, по стоимости вообще данного катера. Данной лодки. Стоимость такой лодки стандартной комплектации составляет 350 тысяч рублей. Здесь установлены некие дополнительные опции в виде ходового тента. Вот дуги стоят, то есть сам тент мы пока еще не одевали, лежит убранный. Стояночный огонь, технологический люк в рецесс, дополнительная площадка под датчик эхолота, стационарный бак на 110 литров. Здесь это все идет опционально. Стоимость конкретно этого корпуса со всеми опциями, которые мы заказали с завода, составляет примерно 425 тысяч рублей. В принципе, ценник довольно средний. Многим именно импонируется все-таки настолько немножко брутальный вид, высокое остекление, то есть от пола до верхней точки мы имеем здесь метр двадцать пять практически. Массивные рейлинги, массивные вот такие держатели, то есть боковые рейлинги, которые жесткость добавляют. Сделаны достаточно брутально, надежно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за нашими обзорами, за нашими новостями, а мы постараемся дальше радовать и удивлять. Всего хорошего, пока! субтитры